Всем привет, дорогие друзья! Вы снова попали на канал Владислава из Мерсина. Ну, конечно же, в связи с последними событиями, так как я вас ввела в курс дела того, что сейчас у меня происходит в жизни, то, конечно же, у меня теперь просто долг. Да, я обязана просто с вами делиться, потому что, коли я закинула удочку, вы должны быть в курсе, что у меня в итоге происходит в моей жизни. Хочу сначала всех поблагодарить. Правда, мы с мамой вчера читали, сутки уже прошли, как я опубликовала видео своё. Спасибо вам огромное, что, не знаю, это такая огромная поддержка. Вы находили меня в соцсетях, Инстаграм, Фейсбук, вы мне писали на почту. Спасибо огромное, что вы потратили своё время, написали мне комментарии, написали мне, да, вы писали просто огромные письма мне. Как бы вы поступили в той или иной ситуации, чтобы вы предприняли, да. То есть вы действительно очень сильно помогли. Мы вчера читали весь день, сегодня утром продолжаем читать ваши письма. Просто физически действительно ответить очень трудно, потому что у вас столько, оказывается, я раньше даже не думала, что у меня столько хороших людей меня смотрит. Действительно огромное вам спасибо. Я ещё не настроилась на разговор с ним, и, честно говоря, я не знаю, как он может отреагировать в этой ситуации. То есть там многие мне писали, что возможно, а может быть и свадьбы не будет, а может быть и не будет, действительно. Я действительно не знаю, как человек, потому что мы с ним, чтобы у нас с ним когда-то были какие-то там разногласия, никогда у нас не было никаких ссор, неразногласий, абсолютно неразногласий. У нас ничего такого не было, поэтому такая ситуация у нас впервые, поэтому действительно я не знаю, как человек может повести себя в этой ситуации. Поэтому да, возможно, и не будет свадьбы, возможно, мы можем расстаться. То есть всё может быть, это жизнь. Поэтому не будет и не будет, что можно сказать. Как можно среагировать, как можно эту ситуацию, какой прогноз сделать на этой ситуации. Что может быть, я, честно говоря, сейчас не знаю. Всё может быть, скажем так. То есть свадьбы может и не быть. Но в любом случае, в любом случае, прочитав ваши письма, ваши комментарии, так как мы порядочные люди, мама, я, Халиев, да и Мисут тоже очень порядочный человек, мы обязательно ему положим деньги на карту. Вы знаете то, что мы работаем. Вы знаете то, что у нас есть определённый бизнес в Турции. Поэтому обязательно мы положим ему деньги на карту. Это даже не обсуждается. То есть обязательно вернём эти деньги. Но как бы на разговор я ещё не настроена, честно говоря. Поэтому я ещё в раздумьях, как бы, как начать этот разговор, да, с чего. То есть действительно такая сложная ситуация, в которую я действительно не попадала в жизни. Насколько я рациональна, да, в своих вот действиях. Мне там писали то, что ты там совсем нерациональна. Нет, ребята, я рациональна. Вот сколько у меня там было разных ситуаций в жизни. Я рациональна мыслю. Я 150 раз подумаю перед тем, как принять решение. Потому что вот иногда вот, да, вот такие вот ситуации бывают, вот такие вот последствия, просто глупые какие-то последствия. Поэтому, конечно же, нужно в жизни перед каждым, да, каким-то решением нужно думать. Очень хорошо думать. Нужно просчитывать ходы, да, то есть всё это нужно просчитывать. Нужно думать на 9 шагов вперёд. Вот. Ну, иногда, конечно, у вас случаются такие ситуации. Многие у меня спрашивают, как называется компания. Я уже немногократно называла название компании и в прошлом видео, и позапрошлом видео. Называется компания экспертную. Её, к сожалению, уже нигде нет этой компании. Возможно, они будут работать далее под совсем другим именем, сделают другой сайт. То есть это абсолютно нормально. Потому что я смотрю, это сейчас такая прям тенденция, которая набирает обороты. Просто вот очень много блогеров, которые рекламируют вот эти вот, да, инвестиции. В жизни больше этим не буду заниматься, не буду рекламировать ни за какие деньги. Вот. Ну, и, понимаете, сейчас эта реклама по интернету распространилась просто с такой скоростью. И люди все сидят в этих пирамидах. Вот мне писали то, что вот кто с СНГ там верит ещё в пирамиду, это полный бред. Ну, понимаете, если бы это не было актуально, то люди бы это не рекламировали. Получается так. Значит, это актуально до сих пор, то, что, видите, люди вкладываются, да, может быть, кто-то и зарабатывает. Значит, это актуально, раз до сих пор эта реклама процветает, эти компании процветают, да. То есть, как правило, у таких компаний нет юридического адреса. То есть, как бы он есть, там фактически адрес какой-то, да, но если его проверить, там нет никакого ни офиса, ничего. Вот. Они работают онлайн. Вот чем они берут, да, то есть, как они входят в доверие. Да, там у нас нет адреса, мы перешли уже на работу онлайн. То есть, мы работаем онлайн, мы отвечаем вам онлайн. Все вопросы, которые там, все трудности, с которыми вы столкнетесь, мы можем решить с вами онлайн. И как только вы просто закинете огромную сумму, да, там, ну, у меня была внушительная сумма, как бы, вот. То есть, сначала все начиналось с маленькой суммы, да, а потом, как бы, такая немалая сумма, то они просто хлоп, и все. То есть, ушли с вашими деньгами и со всем остальным. Хотя, в принципе, да, казалось бы, почему бы не работать? Зачем обманывать людей, если просто, да, там можно работать? То есть, да, там людям давать эти проценты, ну, пускай там поставить не такие выгодные проценты, да, чтобы люди вот прям купились прямо на этот процент. Поставьте там обычно нормальные проценты, которые будут выгодны и компании, и людям. То есть, ну, как-то, да, есть же такие компании, в любом случае, которые, да, работают вот с людьми долгое время. Те компании, которые на рынке уже находятся очень много лет. В любом случае это все есть. Вот. Ну, видать, да, это просто компании такие, которые кидают людей. Это просто компании однодневки. То есть, они не заинтересованы, да, в долгосрочном каком-то, в долгосрочной работе. Они вот там набрались тех денег, да, как будто они там, не знаю, чтобы эти деньги им, знаете, боком не вышли. Обычно, когда такие деньги зарабатываешь, там, да, легкие деньги, потом они просто выходят там боком. Вот. Ну, это уже как бы на их совести. Мне там многие говорят то, что вот, займись, ты же юрист. Ребята, вот именно то, что я юрист, и я, это ясно как божий день. Эти компании просто их не вычислить, понимаете? Пойдите в полицию. Да пойду я в полицию. То есть, что вы знаете, сколько таких заявлений в полиции на такие компании? И сколько таких финансовых пирамид гуляет по интернету? Понимаете, это вопрос уже киберполиции, которая вот должна существовать в каждой стране и отслеживать все эти адреса, всю эту работу вот таких вот компаний. Но, к сожалению, я так понимаю, то, что в Турции этой киберполиции просто нет, в России, в Украине просто нет. Насчет Америки не знаю. Возможно, в Америке это и есть. Вот киберполиция, вот подписчики из Америки. Вы можете мне написать в комментариях. Я жду, то есть, да, как у вас там с этими, со всеми мошенниками в интернете. Просто интересно, как ситуация обстоит. Поэтому просто теперь нужно фильтровать все, что мы видим в интернете, не доверять, да, 150 раз перепроверить. То есть, действительно, это может случиться с каждым. Ну и в завершение я вам хочу сказать, что я вас буду держать в курсе дела, в курсе событий, да, потому что, как бы, теперь это просто моя обязанность. Спасибо вам огромное за комментарии ваши, за слова поддержки. Я их также еще жду, то есть, да, ваши комментарии обязательно пишите. Мне очень интересно знать ваше мнение, мне очень интересно знать ваш опыт, кто-либо сталкивался, может быть, с такой ситуацией, кого кидали. А, возможно, есть позитивные, да, случаи, вы вложились, да, и вы работали долгое время, то есть, вы инвестировали в какую-то компанию и действительно получали доход. То есть, есть и такое. Вот, поэтому, спасибо вам огромное, дорогие мои. Увидимся в следующем видео.